Приветствую всех любителей автоспорта! В этом году расписание зимних гонок в календаре чемпионата России по классическому ралли получилось очень плотным. Буквально через две недели после первого этапа в Карелии пилоты встретились вновь, на этот раз в Тверской области. Здесь, в поселке Пена, уже в 16-й раз пройдет этап чемпионата России по ралли. Дороги для этой гонки предложил Сергей Успенский, один из самых именитых гонщиков России. И вот уже 16 лет сюда приезжают спортсмены со всей страны, чтобы побороться на снежно-ледовом покрытии. Вспомним немного об итогах этапа чемпионата в абсолютном зачете в Карелии. Выиграл гонку действующий чемпион России в классе Р3 Дмитрий Воронов. В этом году он выступает в зачете Н4 на полноприводном автомобиле. На втором месте финишировал Григорий Трегубов, а Илья Латвинов на третьем, хотя претендовал на первое. Виной всего непростые дорожные условия. Сильный снегопад, очень плохая видимость и рыхлое покрытие. Для Сергея Успенского гонка закончилась первый день. На первом спецучастке возникли проблемы с двигателем. И пилот принял решение дальше гонку не ехать. Сложности с мотором появились и у Игоря Буланцева. В результате технический сход. В первый день гонки. Александр Осипов потерял две минуты из-за вылета с трассы. Недалеко от этого места сошел и Сергей Попов. До этого момента претендовавший на первое место в абсолютном зачете. О последствиях этого вылета рассказывает механик команды АСРТ. Пришлось поработать. Надо очень много деталей менять. Основное, что он сломал, это тормозные диски. Полностью все лопнули. Потому что они очень горячие. Снег как заезжает, быстро охлаждается и трескается полностью все. И бампер у нас сломан. Как видите, это надо все подготавливать на следующую гонку. Будем менять. Так и по ходовому мы будем еще посматривать хождение развала полностью. И абсолютно все болты, которые имеются на машине, мы проходим, просматриваем. Мало ли что. Так что машина должна была полностью подготовлена. Пена – самая компактная и удобная гонка для пилотов. Она проходит в однодневном формате и в этом году включает в себя всего шесть спецучастков. Трасса очерчивает круг. Плюсы в этом очевидные. Минимальные перегоны между допами и близкая к гоночной трассе расположение сервисного парка. Обе секции включают в себя по три спецучастка. Самый протяженный из них – первый и четвертый. Каждой длиной почти 33 километра. Этот довольно широкий спецучасток требует аккуратного пилотирования и четкости на граммы. Он сменяется совершенно иным по характеру. Второй доп очень узкий и извилистый. Нередко на нем пилоты не справляются с управлением и вылетают с трассы. Пятьдесят. Ехали. Пена такая сложная гонка, особенно доп Корено. Он очень интересный, хотя она так с виду как примитивненькая, быстрая, да, но вот некоторые элементы там очень здоровские. Продолжат выступление на этом этапе чемпионата Виталий Петров и Егор Санин, показавшие на гонке в Карелии хороший темп. Эту гонку решил проехать и чемпион России 2017 года Станислав Травников вместе с действующим чемпионом Европы, одним из самых быстрых российских раллиных пилотов Алексеем Лукиняком. Европейцы зовут его просто Russian Rocket или русская ракета. Команда ProSpeed продолжает настраивать прототип, построенный на базе Форда. Прототипов в российском ралли становится все больше. И если на первом этапе на старт вышли четыре автомобиля этой серии, то на этапе в Пена уже шесть. Понятно, что всем надоели старые Subaru Mitsubishi уже и хочется чего-то нового и открылась вот эта возможность. Машины более технологичные, более эффективные, наверное, из-за большего хода подвески, веса. Так что это интересный достаточно класс, который будет развиваться, наверное, в ближайшее время. Ну и опять же, людям есть куда применить свои какие-то инженерные способности и желания что-то поделать своими руками, наверное. Еще один автомобиль серии Proto решил опробовать на трассах Пена Александр Крамаренко. Этот автомобиль построен латвийской командой Мариса Нейкшанса. Очень хорошая машина, очень качественно сделана. Мы пока привыкаем к ней. Был большой перерыв, плюс я раньше там на Evolution ездил. Тут коробка секвентальная. Ну, все работает просто идеально. Надо вкатиться просто и понять их, ну, и самому ускориться. Погода располагает комфортному пребыванию зрителей на трассах. Особенно по сравнению с прошлым годом, когда температура опустилась до минус 28 градусов. Сергей Попов выигрывает первый спецучасток. Но не все на нем складывается для экипажа гладко. После прохождения трамплина начинает давать сбой электроника. Мы, в принципе, начали это неплохо. Думаем, что начало было спокойное для нас. Мы особо не рисковали. Но на трамплине немножко ударились защиты, землю. И после этого электроника стала чудеса нам какие-то на мониторы выдавать. Ну, до финиша мы как-то там доползли, а потом она просто умерла. И через 42 минуты возродилась. Ну, а потом мы как-то первую секцию доехали, и все. Теперь мы даем интервью. К сожалению, экипаж Сергея Попова вынужден закончить гонку. На этом же спецучастке завершают борьбу и другие быстрые экипажи, которые на первом этапе чемпионата в Карелии показывали очень достойные результаты. Речь идет о Григории Трегубове и его штурмане Матвее Безрукове. 30 правый, 3 плюс. Все. Опустил, наверное, сильно. 30 правый, 3 плюс. Трои. Мотор. 30. Левый 3 минус через разгруз. 50. Да. Выбирай место, восстанавливай. На первом же спецучастке выходит и строит двигатель, и пилоты не доезжают даже до середины ДОПа. Неудачу постигает и победитель в абсолютном зачете на этапе в Карелии Дмитрия Воронова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где-то в конце уже ДОПа, километров после 24-25, что-то зашумело в трансмиссии, хуже стало ехать. И потом совсем уже, она уже так, как будто пробуксовывала сцепление, но, по всей видимости, задний редуктор там срезало пару, как мы думаем. Мы докатились за зрителей, съехали, где было возможно в ближайшем месте, ну и все, и дальше смотрели гонку. Вот есть звук трансмиссионный сейчас из нее, вот это, и он и послужил причиной исхода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Быстрое и академичное пилотирование гоночного автомобиля показывает гонщик «Формул-1» Виталий Петров. Я очень рад, что Виталик поехал, он давно хотел, и, наконец, у него появилась возможность. И на Карелии все были просто в состоянии округленных глаз и сняты шляпы, да, от его скорости никто не ожидал такого темпа. К сожалению, Виталий не может финишировать на первой секции и вынужден оформить технический сход. Мы провели тесты, провели анализ над ошибками, на самом деле очень четко прописали пену всю прям, особенно вот, ну, по крайней мере, до того момента, пока с подвеской вот не случилась вот эта вот ситуация, все идеально писалось. Мы прям ехали по ощущениям очень быстро, мы как бы докатились, а потом поняли, что надо чинить, и смысла на трех колесах просто нет. А так обидно очень, мы готовились, команда готовилась, говорю, пропись хорошо прошла, и хорошо бы выступили, прям, ну, ощущения были хорошие. Экипажи команды ProSpeed всю первую секцию держатся в пятерке быстрейших. Станислав Травников финиширует вторым, а Игорь Буланцев борется с Александром Осиповым за третье место. Чемпиев партик, правый четыре мину. Тридцать левый, по плюс. Терридцать чуть длинный. Пока не очень быстро. Мы вроде стабильно едем, очень без ошибок практически, там машина один раз заглохла на ходу, но, в принципе, машина едет хорошо, мы едем пока не агрессивно. Вот, поэтому, ну, наверное, чуть-чуть надо набрать темп сейчас на вторую секцию. Из-за неверных настроек автомобиля Александр Осипов отстает от лидера почти на 45 секунд перед третьим допом. Здесь был всегда стоит выбор колес, да, мы приняли решение в последние практически минуты поехать на елке, полканала поехала на асимметрике. Ну, по-первыхому спецучастку показалось, что очень не хватает двигателя, едем на, так сказать, на максимальных скоростях, которых нету, то есть его не выкрутить дальше. Ну, из-за этого немножко расстраивались и закончили спецучасток не с очень хорошим временем. Второе, довольно-таки рыхло, как раз подходит под елку, которая, в принципе, тактикой была на ней там проехать. Ну, проехали со средним временем. Давление было перед третьим спецучастком 2,9 в колесах. Ну, естественно, держака на таких колесах нет, это точно. Мы спустили, все появилось, появилась уверенность, мы поехали. Разобравшись с настройками, экипаж Александра Осипова выигрывает третий спецучасток и по итогам секции поднимается на третье место в Абсолюте. На другом прототипе, построенном командой Р-8, на котором на этапе в Карелии выступал экипаж Александра Ржевкина, сегодня и едет тренер команды Евгений Суховенко. На каждом спецучастке он финиширует не выше шестого места и, в целом, проигрывает лидеру по итогам секции чуть больше минуты. Для Глеба Заволокина и Михаила Соскина после технического схода на этапе в Карелии, по сути, ралли Пена – это первый боевой выезд на новом автомобиле. Назад, назад, назад. Мы учимся, учимся. Пока, девочки, у нас развернул на первом допе. Мы 40 секунд разворачивались. Ну а так, в принципе, третий получше. Сейчас попробуем. Вот мы, у нас отсечка на четвертый дом. Мы хотим четвертый проехать хорошо, чтобы нам было как-то понятно, что вообще происходит. Станислав Травников финиширует в тройке лидеров на каждом спецучастке первой секции и, по ее итогам, занимает второе место в абсолютном зачете. Экипаж не заявлен в чемпионате и не претендует на очки в нем. Цель на эту гонку – тренироваться на новом автомобиле в боевых условиях. Мы попробуем сейчас поэкспериментировать немножко с настройками автомобиля и с колесами, так что непонятно, куда это выстрелит. Мы не боремся за очки, поэтому в целом, ну, задачи больше такие тренировочные, так что, ну, можем себе позволить немножко там рисковать. Лидером первой секции становится Сергей Успенский. На втором допе у Тимофея Андрющенко возникают технические несправности, и двигатель теряет мощность. Из-за этого экипаж проигрывает Успенского более минуты, но в зачете Н4 удерживает лидерство. 10, левый 4, 5. Правый 5, длинный. Да. На трамплин 10, левый 4, 5. Сейчас трамплин 10, левый 4, 5. 60. В классе Р-3 лидирует Александр Зайцев. На каждом спецучастке он приходит к финишу первым. Очень легко, как и на гонке в Карелии, он отрывается от соперников более чем на одну минуту. Правый 1,5 длинный, в 2, 70. Правый 1,5 чуть длинный, в 1 длинный, 100. Хорошо все. То есть, на самом деле, мы там произвели предупрежденные перемены с задней подвеской. На Карелии не очень нравится, как она рулилась. Сейчас она едет просто как мечтал. Конечно, еще надо над ней работать, над машиной. Но в целом, дорога специфичная все равно. Не все, наверное, умеют по ней ездить. У нас, в принципе, более-менее получается. И вот опять там минуту, второму вроде примерно выигрываем. Так что будем сейчас пытаться ехать немедленнее, по крайней мере. Юрий Оршанский, пилот команды «Лада Спорт Ростнефть», после неудачного этапа в Карелии осторожно включается в борьбу и серьезно не атакует. После первой секции он проигрывает Зайцеву больше минуты. Павел Козлов едет примерно в таком же темпе, как и Оршанский. Возникают проблемы с коробкой передач, но это не мешает закончить первую секцию на втором месте. Вторую гонку подряд в этом году не везет Артуру Мурадяну. Одному из быстрых гонщиков класса Р2. На первом спецучастке, при приземлении с трамплина, того самого, на котором повредил свою Шкоду Р5 Сергей Попов, автомобиль Артура ударяется передней частью, в результате чего выходит из строя радиатор. Пена четвертый раз не покорилась, гонка уже легендарная для меня становится. Не покорилась она, потому что мы в этот раз записали очень хорошую стенограмму с помощью нашего тренера Василия Грязина. Там была такая позиция, трамплин ходом записана с его рекомендацией. Мы эту рекомендацию с сомнением, но выполнили с особым усердием. Соответственно, машина полетела сильно дальше, чем хотелось бы, и на приземлении ударилась нижней частью, тем самым повредила радиатор. В нем образовалась дыра, и мы вынуждены были сойти, потому что силами экипажа это устранить не представлялось возможным. К сожалению, после схода Артур решает в этом году больше не участвовать в чемпионате. В планах на этот сезон только тренировочные выезды. Также технические сложности возникают после прохождения трамплина и у Юрия Брасова, серебряного призера прошлого этапа в Карелии. Мы на трамплине, мотор чуть сместился вперед, толкнул вентилятор, и вентилятор у нас сломался, потом мотор начал греться немного. Нам приходилось на спецучастках останавливаться и подсыпать снега в расширительный бачок, чтобы дотянуть до сюда. Мы дотянули, так что без результата. Все спецучастки в зачете Р-2 выигрывает Роман Русских. Как Александру Зайцеву в Р-3, Роману на этой секции нет равных. Трамплин по центру 80. Левый один круто. Один круто. Пойдет 100. После первой секции автомобили отправляются в парк сервиса. Здесь механики команд будут производить необходимый ремонт гоночных болидов и менять настройки в соответствии с пожеланиями пилотов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На этой гонке, кроме прототипов, есть еще один необычный автомобиль. Выглядит как классика. А на деле полноценный класс Р-2. Совсем скоро такие автомобили выйдут на трассы кубковых гонок. Да, это классика с 1.6 турбомотором. Это получается автомобиль самый дешевый для входа в ралли. И при этом он едет достаточно быстро, потому что там турбомотор, там порядка 190 сил получается. То есть на нем интересно, задний привод, очень сложно управлять. То есть для обучения и входа в ралли это, мне кажется, самый лучший вариант. На этой гонке выступает экипаж из Белоруссии на заднеприводном БМВ. Для них это второй выезд на российские гоночные трассы. Сумасшедшая гонка, особенно для заднего привода. Марафонский доп в 32 километра на заднем приводе. Потом очень разрытый, мы ехали в конце канала, очень сильно разрытый. Второй ИСУ, где просто на выживание такой дакаровского формата. И быстрый третий, очень разнообразный, очень компактный. Мы в восторге всей команды. У нас большая команда, у нас 5 таких машин в Белоруссии. Мы, собственно, хотим, ребят, начать вывозить на эти гонки. Вот именно на заднем приводе, такой свой клубчик. Люди, которые любят на заднем приводе, любят, когда машина едет боком. Вот поэтому стараемся. Сейчас сами все проверяем. И со следующего года, думаю, будем выезжать более массовым составом. Время, отведенное экипажем в сервисном парке, заканчивается. Автомобили покидают сервисную зону и готовятся к старту второй секции. Неоднозначная ситуация происходит около палатки команды ProSpeed. Отклонившись от маршрута ралли, автомобиль Станислава Травникова возвращается в сервис. Это нарушение влечет за собой исключение экипажа из соревнования после финиша. Пилоты это понимают, но решают продолжить участие в гонке. Вторая секция идентична первой. Однако после прохождения всего канала покрытие стало более рыхлым. Первыми стартуют нулевые экипажи. Их цель – проехать трассу и оповестить о приближении боевого канала. На первом же спецучастке второй секции сходит экипаж Павла Козлова. Все-таки коробка передач не выдержала нагрузки. Самый немногочисленный класс на этой гонке. В нем стартовало всего шесть экипажей. Это класс Р-3. До финиша добрались только Юрий Оршанский и Александр Зайцев. Проблемы с генератором появились в автомобиле Оршанского. Надо привыкнуть, надо настроить, надо, в общем, с ней дружить. Пока есть с чем работать. Экипаж финиширует, но опаздывает на пункт контроля времени и получает пенализацию. Однако это на результат гонки уже не влияет. Зайцеву не было конкуренции на этой гонке в зачете Р-3. Впрочем, как и на гонке в Карелии. Несмотря на небольшие сложности, экипаж финиширует на первом месте. Да у нас перед последним допом, мы прям перед самым заездом на КВ обнаружили, что у нас оставилось кусок колеса переднего. Пришлось менять и там опоздали на КВ. Там, наверное, секунд 10 штрафов получили. А так, по ходу, делали первые. В классе Р-2 после первой секции существенных перемен не происходит. Егор Санин финиширует на втором месте. Стоит сказать, что экипаж ехал гонку на новом для себя автомобиле. Их Пежон на тестах несколько раз перевернулся и получил серьезные повреждения. Перед остановкой. Новый автомобиль был привезен буквально накануне гонки. Даже несмотря на адаптацию ребят после аварии, они смогли показать хороший и стабильный результат. Да, это другой автомобиль. Мы более-менее адаптировались к нему. Он практически идентичен тому. В целом доволен. Мы держали неплохой, в принципе, темп. Не рисковали. Ехали обязательно, чтобы получить финиш. Вадим Мещеряков, пилот команды ТБ Рейсинг, на этой гонке финиширует третьим в классе. Ой, было очень быстро и чуть-чуть даже иногда страшно. Но главное, доехали, поэтому... Там бампер на месте не видели. Правый ноль через горку. 150. Левый один. Еще левый один. 150. Лидером класса остался Роман Русских. Радует стабильность экипажа. Как Александр Зайцев, Роман выигрывает вторую чемпионатную гонку подряд. Доездом. Да. И тебя. Мы молодцы. Да. Отлично провели гонку. Очень жаль, что сошел наш главный соперник Артур Мурадян. Хотели с ним побороться. Но без него, можно сказать, скучали. Ну, а в общем и целом гонка отличная. Проехали в удовольствие. В абсолютном зачете за победу борются четыре экипажа. Травников, Буланцев, Осипов и Успенский. В автомобиле Александра Осипова в начале второй секции возникают технические сложности. В результате экипаж теряет скорость и время. Сломалась машина, сломалась. Вот, едем без привода, похоже. Ну, либо раздатка, либо еще что-то. Вот, проигрываем по минуте с каждого допа. Ну, лишь бы сейчас доехала хотя бы до финиша. Потому что нам даже с места было не съехать со старта. И нас подталкивали, так сказать. Уже после въезда в сервис механики обнаруживают, что проблема была в редукторе. Тем не менее, Александр удерживается в тройке лидеров. Чего, к сожалению, нельзя сказать об Игоре Буланцеве. В конце четвертого допа экипаж вылетает с трассы. Повисли на сугробе. Соответственно, только в конце нас уже вытащили. В целом, первый доп очень хорошо шли. Но вот не доехали. Чуть-чуть не доехали. Километр до финиша. Вот. Второй, третий доп, но мы уже так, в удовольствие ехали. Давай! Что, может добавим немножечко огонька? Правый один быстрый. Давай попробуем. 40, горка левее 100. Левый 0 на трамплин. Центр 60. Газ. Хорошо. Левый один поздний. На горке. Экипаж Станислава Травникова был исключен из гонки за опоздание на пункт контроля времени после инцидента в парке сервиса. У нас снимут, поскольку мы на КВ опоздали больше, чем на 15 минут. Но поскольку у нас задача на гонку была в первую очередь потренироваться и разобраться с настройками еще раз, привыкать к машине, то все, задача выполнена. Евгений Суховенко отставал от лидера в первой секции более чем на минуту. Но в результате исключения с гонки экипажей команды «Проспит» и технических трудностей у Александра Осипова Евгений поднимается на второе место в абсолютном зачете. Эта секция прошла классно. Я решил поставить елку и атаковал изо всех сил. Длинный доп мы ехали офигенно, все, но где-то там за три километра до финиша я в левом повороте мордой зацепил бруствер. Меня развернуло, я заглох, пока не мог завестись, потом завелся. В пять приемов развернулся и в секунд 20 там потерял. Было обидно, хотя атака была лютая. Карена профигачили изо всех сил, как могли, ну, стараясь беречь машину. И сейчас, уже понимая турнирные задачи, доехали безопасно, но активно при этом. Не все гладко складывается и у Сергея Успенского на второй секции. На пятом спецучастке он теряет минуту времени. Секция плохо. На втором допе в самом начале мы пробили колесо и ехали весь доп на диске, поэтому много потеряли. Ну, что поделаешь. Тем не менее, несмотря на все проблемы, он становится победителем. И это его седьмая победа на этой гонке. Для пилота команды F-Motors Дениса Громова ралли Пена стала первой чемпионатной гонкой в этом году. Экипаж занимает второе место в зачете N4. Это у нас как контрольная тренировка. Все, что хотели, все сделали. К арену не ехали аккуратно, машину берегли. А здесь попробовали поездить. Все, очень хорошо. Сейчас, бокор 20, правый 4 длинный, быстрый. Тимофей Андрющенко выигрывает пять из шести допов в классе N4 и становится первым в этом зачете. Тормозной диск какой-то сломался, уже биение в тормозах. Но мы такой хороший очень тренировочный темп взяли, чтобы для себя опыт получить и комфортно финишировать, не набороть косяков. Ну вот это самая главная борьба для любого участника, это побороть себя внутри и доехать на результат какой-то. То есть, ну, изначально был план не прыгать выше головы, и мы его придерживались. Отличный план. По итогам двух этапов в абсолютном зачете лидирует Александр Осипов. Александр Зайцев, выступающий в зачете R3 на моноприводной технике, да еще и серьезно уступающий по мощности полноприводным автомобилям, занимает второе место в абсолютном зачете. Кто знает, может быть, Александр пересмотрит свою тактику на этот сезон, и мы увидим его на следующей гонке за рулем уже полноприводного автомобиля. Зимние этапы в чемпионате России остались позади. После межсезонья нас ждет первый гравийный этап. Он пройдет в Ростовской области, в окрестностях города Гуково, в начале мая. Не пропустите этот обзор, и да пребудет с вами раллийный бог удачи!